Здоров, криптаны! С вами Павел. Как я вам и обещал, у нас пришло очень много видеокарт. И не просто каких-то там видеокарт, а практически самых интересных на любой вкус. Начиная от 1660 супер топовых EVGA, заканчивая, там, не знаю, 3080-ми iChill'ами. Тоже очень классные карточки, которые вообще не тротрят, работают как часы. И самое интересное нас ждет вот здесь, конечно же. Я еще на форуме сказал, показал вам в одном моменте, что я подержал в руках 1660 Mining Edition карточку. Сегодня, я вам обещал, что мы соберем на них RIG и проверим, как они будут работать. Сегодня мы соберем на них RIG, поэтому... Опа! Ать-ать! Как бы эта вся конструкция не упала! Раз! Не обращайте внимания на бардак, у нас здесь фермочки на обслуживание стоят, затаренные блоки питания. Для того, чтобы все было ровненько, скрываем. Все к моменту. К вопросу о том, что у нас все новое, абсолютно все комплектующие. Мы бэушкой вообще не занимаемся. Как я сказал, все карточки, которые фермы, вы здесь можете видеть на фоне, вот эти вот, это клиентские на обслуживание. Опа! Так, скобы, скобы. Упаковывают, как не в себя. Так как карты у нас поставляются в уемном виде, они у нас вот так вот запоролоненные. Много-много поролона всевозможного со всех сторон, плюс картонки. Сами карточки поставляются в таком вот виде, уемном. То бишь, просто целлофанка, а внутри нее лежит карточка. Конечно, она также запечатана и видно будет, если карточка вскрывалась. Да, потому что повторно ее уже так не наклеишь и видно, что скотч уже не так красиво ложится. Я не знаю, сейчас было видно на камере или нет, но это не столь важно. Смысл не в этом. Вот такая карточка. Внешне никаких, в принципе, опознавательных знаков нет, но у меня заверили, что это карточки Полит. Что мы видим? Отсутствие каких-либо вообще видеовыходов, видеоразъемов, но они нам и не нужны. Мы занимаемся майнингом, мы копаем криптомонетки. Два кулера, 8-пиновое питание. Сзади бэкплейт отсутствует, но так как карточки сами по себе очень легкие, очень холодные, с минимальным энергопотреблением, им этот бэкплейт как таковой и в принципе и не нужен. Поэтому сейчас мы собираем на них риг из 12 видеокарт, настраиваем и покажем вам, сколько эти малышки могут. В 2017 году мы точно так же начинали одни из самых первых роликов. И самая лучшая первая ферма у нас была на карточках P106100. Майнинг Эдишн 1060. Это были хитовые карты, которые разлетелись просто, я не знаю, тысячами уходили и до сих пор продолжают работать. Мне до сих пор пишут многие клиенты, которые у нас повторно сейчас собирают риги, о том, что у них эти карточки до сих пор живы, три раза себе отбились и еще продолжают работать и копать. Ну а почему бы и нет? 24 хэша, почему бы и нет? В конце концов, даже сейчас это неплохая мощность. А здесь будет по заверению, по заверению от 31 до 34 хэшей. Сколько мы из них сможем выжить, сейчас с вами вместе посмотрим. Еще немножко информации для паникеров. Вот выпустил я ролик про майнинг в апреле месяце. И опять, вот одна и та же ситуация. Товарищи, вам просто уже не надоело? Ну честно, не скучно вот на протяжении полугода одно и то же писать? Майнинг умер, цены конские, кто заходит на хаях прокатиться, сами знаете на чем. Ну блин, я честно не понимаю даже, как вам донести эту информацию, как вам уже объяснять. Да это и не важно, потому что я знаю, что смотрят и адекватные люди, в том числе, которые понимают, что майнинг это бизнес, понимают, как к нему относиться, понимают, что надо покупать, когда покупать и в какой период времени. И это криптаны, которые верят в крипту. Соответственно, все, кто это пишет, это либо люди, у которых, я думаю, нету просто денег, которым просто завидны, которым просто скучно. И я думаю, что они сами бы с удовольствием вошли, но нет у них просто такой возможности. Ну либо печальные геймеры, которые мечтают поиграть в новые игры на ультрах, они могут себе позволить видеокарту, которая стала в три раза дороже. Но, товарищи, даже вам, геймерам, я говорил не один раз, как в этом ситуации можно поступить. И, скорее всего, если бы вы меня слушали еще в феврале, в январе месяце, у вас бы ваши карточки 3090, которые стоили уже тогда дорого, сейчас были бы уже почти бесплатными. И, как я вам и рассказывал, вот все, что мы сейчас выгребли, а это порядка, наверное, 200-250 видеокарт, это все, что у нас, наверное, будет до конца праздников. После праздников цены вырастут, скорее всего, еще сильнее. Более того, те цены, которые у нас сейчас в нашем прайс-листе, которые вы можете найти по ссылке в описании в нашем телеграм-канале, там есть прямая ссылка на наш телеграм-канал, это цены до сих пор адекватные, потому что ценник уже вырос у большинства магазинов, очень сильно, в отличие от наших. И даже вот эти карточки к нам вот зашли 6700 EXT Asus, их уже нету, все, закончились. И эти карточки уходят тоже очень быстро, поэтому, если вы хотите еще войти в майнинг, прямо сейчас переходите по ссылке в описании под этим роликом в наш телеграм-канал, смотрите наш прайс-лист, там есть вся информация о том, как вы можете заказать себе майнинг-рек. Приступаем к сборке! Ну, а пока Тимон подготавливает каркас наш, 12-карточный. Мы, кстати, сейчас тестируем новую материнскую плату, ее расскажу сейчас чуть поподробнее про нее. Два блока питания, все по стандарту, в данном случае и Китай. Да, запас мощности будет чрезмерен для этих видеокарточек, но, как говорится, почему бы и нет, больше не меньше. С учетом того, что цена образования вот этих блоков питания не очень сильно отличается от каких-нибудь премиальных, тех же самых киловаттников или 850-ваттников сейчас, поэтому разницы нету. Снимать более подробную сборку вот со всеми красивыми кадрами, вот это макро, вот это все, я сейчас не буду, потому что мы показали это уже десятки раз. Вы можете посмотреть наши ролики про самые лучшие фермы и там увидеть все вот эти красивые сборки. Нас сейчас интересует другое, как же эта штука себя покажет. Итак, как я и сказал, сейчас посмотрим на материнку. Материночка NoName Китай, здесь у нас 6 PCI-разъемов и 6 USB-шных выходов напрямую на резера. Внешне чем-то напоминает ту же самую Gigabyte Fintech, ну по текстолиту, либо какую-нибудь материнку от MCI. И, кстати, почему мы сейчас выбрали эти матери? Мы их уже протестировали, работают они очень хорошо. Тот же самый Fintech и MSI сейчас не достать, а если и достать, то материночка H310F Pro от MSI сейчас стоит порядка 38-40 тысяч рублей. И если мы сейчас будем продолжать собирать такие сборочки, то стоимость тушки вырастет еще сильнее, с чего бы нам с вами вместе не хотелось. И да, товарищи, кто бы что про нас не говорил, там продавцы лопаты и все остальное, да вы нихера не понимаете, вы ничего не знаете, вот нам что-то чешете, заливаете здесь. Я говорю вам не один раз о том, как относиться к майнингу так, чтобы вы же не влетели на те деньги, которые вы в него вкладываете. И смотрите, как бы, чем мы конкретно занимаемся. Мы занимаемся сборкой майнинг-ривов. Мы каждый день их собираем, каждый день их настраиваем. Абсолютно разные материнские платы, абсолютно разные условия, абсолютно разные каркасы для вас сделаем. Я уж не знаю, насколько экспертное мнение других блогеров, которые вам показывают, там, одну карточку или вам покажут один рик, там, раз в год. Но, товарищи, еще раз, мы делаем это каждый день. И я думаю, на самом деле, что мы что-нибудь в этом допонимаем, хоть немножечко. Но, еще раз, я вам не говорю сломя голову лететь, прям, не знаю, кредиты, не кредиты, надо брать сейчас, эфир будет 5000 долларов, биткоин будет 100. Короче, если сейчас не войдете, вы пусть свой последний шанс. Я так не говорю. Я всегда стараюсь вам объяснить, чтобы вы думали своей головой, что вы делаете, когда вы входите в майнинг, что не надо входить на кредитные, если вы не знаете, что вы делаете. Если у вас уже стоит, там, вот такая куча ферм, там, 3, 5, 6, 10 штук, и каждая новая ферма вам вообще будет окупаться в течение, там, месяца-двух за счет мощности остальных, просто вы месяц-два не выводите прибыль. Тогда, да, тогда можно и в кредиты, и в заемные, что угодно, вы уже четко знаете, что у вас есть, как минимум, какая-то другая подушка, которая позволит вам полностью выйти из этой долговой ямы, в которую вы входите. И при этом вы не будете себе трепать нервы, потому что вы уже опытный майнер. Но, а наша фермочка почти готова, давайте же настроим ее. А, итак, друзья, наш рик готов, и что хочу сразу сказать, прям, впечатление, на самом деле, море было от данной сборки. Вот данная материнская плата китайская, про которую я вам говорил, мы немножко поржали с того, что у нее весь биос на китайском, то есть там разобраться, наверное, без переводчика, либо без человека, который знает китайский язык, ну, в принципе, невозможно. Но, что хорошо, она сразу идет настроена по умолчанию на все необходимые нам функции, то есть включение, ну, и включение материнской платы, включение кнопки на блоке питания, то есть все сразу максимально быстро заводится. Мы не поменяли ни одного рейзера, мы ничего не перетыкали, мы просто установили все 12 видеокарт, и все завелось вот так вот с полуоборота буквально за долю секунды. То есть никаких манипуляций вообще практически не было сделано с этим ригом, настроился он за 10 минут. Единственное, что мы поигрались немножко с разгоном карточек, так как на данных версиях стоит память от Micron, они изначально там дают 27-28 хешей, до 30 мы их прям подняли моментально, но чуть выше уже сделать было сложно. Но, смотрите, по потенциалу, вот у нас некоторые карточки дают 31+, а остальные дают почти 31, то есть 30-90, 30-89, ну, в среднем, примерно, если усреднить, каждая карточка дает по 31 хешу. Общий хешрейс этой фермы 370 мегахеш. Тоже самый результат можно получить с обычных карточек 1660 Super, например, тех же самых Ventus, там, не знаю, Gigabyte, фасусов, разницы никакой. Там, может быть, будет 372 хеша. И здесь, если поиграться, то можно еще чуть-чуть подкрутить и те же самые 372 хеша получить. Но мы же за что работаем? Мы работаем за стабильность, чтобы эта вся штука работала стабильно. Как еще раз я говорил, карточки у нас в компании Полит, но в майнинге вы их видите как SMP30HX, 5946 мегабайт. Вывели мы все карточки под 85 ватт, да, потому что какие-то карточки действительно держат 70 ватт, 75 ватт некоторые. Мы сделали 85 для того, чтобы все карточки подтянуть под единый хешрейт и чтобы было ровненько, все стабильненько работало. По уровню шумности они идут чуть-чуть, вот, видимо, шумнее, чем обычный 1660 Super. Но это, видать, за счет того, что кулера у них сильнее крутится для большего, лучшего охлаждения самого чипа и памяти. Вот сколько сейчас смотрел, прям мне стало даже интересно, на русскоязычном ютубе пока информации по этим карточкам не было вообще. Мы стараемся быть всегда в теме, всегда одними из первых, и в очередной раз мы самыми первыми, наверное, на русскоязычном ютубе собрали рик на 12 видеокартах Майнинг Эдишер. Товарищи, давайте теперь немножко еще пройдемся по теории, на кой хрен нам вообще нужны вот эти карточки. Сейчас мы знаем, что с вами, что выходит новая линейка карточек 3080 Ti, 3070 Ti, ну и вот все такие карточки, они будут с аппаратной защитой от майнинга. Если эта тема сейчас зайдет и будет работать хорошо, то, скорее всего, все новые ревизии старых карточек 3080, 3070, 3060 Ti и 3090, все будут с аппаратной защитой от майнинга. И вот те карты, которые вы у нас уже когда-то брали, если они у вас есть, придержите их, они будут на вес золота с видеовыходами. Таким образом, Nvidia хочет разделить рынок майнеров от рынка геймеров. Но мы майнеры, нам вообще с вами должно быть похеру, есть у них видеовыходы, нет у них видеовыходов. Это машина, которая зарабатывает нам деньги, и это основная ее задача. Я говорил не один раз и повторюсь еще раз, заходите в майнинг, заходите сроком на 3-5 лет. Не надо заходить в майнинг с точки зрения отбиться сейчас на хайпе. Если вы сейчас зайдете и у вас удастся отбиться на хайпе до падения курсов на длительную коррекцию, это же шикарно. Просто радуйтесь этому и будет все хорошо. После праздников вот сейчас майских, скорее всего, цены на все видеокарты стрельнут еще сильнее процентов на 10, а может быть даже на 20. Карточек на рынке в принципе нету. Также ожидаем поставку, к нам скоро должны прийти 3080 Ti Mining Edition, 3070 Ti Mining Edition будут версии. Насколько я знаю, по инсайду, которые мне говорили, и мы обязательно их для вас разберем. И также возьмем специально на обзор по одной карточке 3080 Ti и 3070 Ti, и также разберем, как они работают на разных алгоритмах. Поэтому, если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком, не забудьте подписаться на наш канал, дабы не пропускать новые ролики. Кликните на колокольчик, тогда вам придет уведомление обо всем новом контенте, который выходит на нашем канале. Мы стараемся для вас. Ребят, хотите более крутые художественные ролики, пишите об этом в комментариях. Будем более подробно снимать красиво, но вы знаете, как мы умеем, как вы любите. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать сегодня в этом ролике. Вам хорошего настроения, думайте все о своей голове, прежде чем что-либо делать. Не слушайте инфо-цыган и инфо-паникеров, которые хоронят наш майнинг, начиная с ноября месяца, о том, что у нас идет перехай, и что уже заходить дорого, и что вот-вот у нас эфир 2.0 должен был начаться еще в январе месяце. Нам оставалось майнить всего две недели. Все это чушь полнейшая. Так же, как и то, что у нас будет в июне, этот самый эфир перестанет майнить цифер 2.0 или в сентябре, и то, что лондон форк будет. Да насрать, ребят, насрать. Вы майните, откладывайте монетки, копите. Главное, главное, что у вас есть монетки на кошельке. И рассматривайте стоимость новых ферм не за рубли и доллары, а за монетки, за эфиры. Тогда вы поймете, что не так уж и дорого. Все соотношение стоимости железа, стоимости мощности, мощности, не железа, мощности, за стоимость эфира, за стоимость того, что она добывает. Примерно то же самое у нас было в сентябре, в октябре, и то же самое сейчас. Просто эфир стал стоить дороже, вся крипта стала стоить дороже, карты, соответственно, стали стоить дороже, как и все остальные комплектующие. С вами был Павел. До новых встреч. Продолжение следует...